Владимир Путин выкатил новый ультиматум Байдену, Зеленскому, НАТО, всему Западу. Теперь он хочет в одностороннем порядке контролировать весь процесс предоставления гарантии безопасности со стороны Запада Украине. Эту тайную информацию, тайное послание от Владимира Путина привез его кремлевский голубь мира в клювике своем, Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Параллельно он привез Вашингтон и поделился этой информацией с европейцами, с американцами послание и от Си Цзиньпина, от китайского куратора Владимира Путина, который сказал, что если Вашингтон и Европа будут руководствоваться планами Москвы и Пекина и согласятся с этими планами, с этими условиями, то тогда перемирие в войне между Россией и Украиной может быть уже достигнуто в этом, в 2024 году. НАТО отреагировало, передало Украине 70 самолетов F-16, американцы перебрасывают ракеты малой и средней дальности на территорию Европы, как во времена Холодной войны, и ряд НАТОвских стран создает группировку в море для того, чтобы противостоять российскому Черноморскому флоту в Черном море и в акватории Средиземного. Ну а полупьяной глашатой Владимира Путина Дмитрий Медведев уже заявил, что даже после перемирия главная задача российских войск, российской армии будет восстановиться, окрепнуть и спустя несколько лет начать вновь атаку на Украину, полномасштабную войну развязать для того, чтобы стереть Украину с лица земли, чтобы ликвидировать украинское государство. Мишень Путина и его режима неизменна. Это Украина. С вами Александр Демченков и вы на канале Дмитрия Гордона. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. Ну а мы начинаем разбор. Действительно, Владимир Путин отправил через Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, новые требования Западу. Вы помните, что до этого Виктор Орбан был у Трампа в Штатах, потом приехал к Зеленскому, потом в Москву, к Путину, ну а потом заехал к Сизинпину в Китай и приехал на саммит НАТО в Вашингтон. Непосредственно к Джо Байдену и к европейским коллегам. И там он передал это тайное послание Владимира Путина, которое сводится к нескольким позициям. Первое. Что перед началом переговоров может начаться режим прекращения огня, режим тишины, но при этом Украина должна в одностороннем порядке отказаться от передислоцирования своих сил непосредственно к линии соприкосновения, к линии ведения боевых действий. Россия может, Украина нет. Ну и конечно же самый важный пункт это то, что все переговоры должны базироваться на стамбульских так называемых договоренностях, на стамбульских соглашениях. Образца 2022 года с некоторыми изменениями, которые сам посчитает необходимыми Владимир Путин и его режим. Самый важный пункт, который Владимир Путин и его режим выставляют как главный, как ультимативный в рамках текущих переговоров, текущего процесса, это то, что именно Россия, что именно Путин должен полностью контролировать, курировать весь процесс предоставления Украине со стороны Запада гарантии безопасности. Строго говоря, это от Путина должно зависеть, будет Украина получать какие-то вооружения, какие-то боеприпасы, финансы, экономическую поддержку, гуманитарную или нет, если Россия вновь начнет военные крупномасштабные действия в отношении украинского государства. Для того, чтобы понять, чего хочет Владимир Путин, необходимо просто сопоставить все то, что он наговорил в последние несколько недель-теремесяцев. По большому счету, все это сводится к трем главным блокам. Первое, это стамбурские договоренности. Второе, это отказ Украины от ряда территорий. И третье, это полностью нивелирование, отказ от всех санкций, которые были введены с Западом в отношении России с момента начала войны. Не с момента начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, а с момента начала войны, имеется в виду 2014 год. С аннексией Крыма, с оккупацией части территории Донбасса России и ряда других процессов. Давайте разберем каждый из этих блоков. Начнем, пожалуй, с стамбульских договоренностей. Что это такое стамбульский процесс? Вот я вам сейчас расскажу очень просто, для того, чтобы вы, в принципе, имели всю полноту картины. Для того, чтобы вы просто понимали, что происходило и что происходит сейчас. Этот процесс начался сразу после переговоров украинской и российской делегаций в Белоруссии. И потом этот весь процесс перекочевал на территорию Стамбула, в Турцию. Там собрались эти две стороны, Украина и Россия, представители этих двух стран. И стали разбираться, в принципе, а как дальше быть, что делать. Россия, понятное дело, хотела, чтобы Украина сама все писала. Россия при этом не предоставляла никаких письменных предложений, каких-то, не знаю, фрагментов договоренности. Просто ничего не писала и не подписывала. Все они хотели сделать так, чтобы Украина под диктовку Путина сама все написала, сама все составила. Потом подписала, потом согласовала, ратифицировала через Верховную Раду. А еще лучше, пропустила все через такую институцию, как ООН, чтобы на международном уровне все зафиксировать. Зафиксировать главное. Проигрыш Украины в перспективе. Как это было во времена Минска-2 и Минска-1. По большому счету, истамбульские договоренности это Минск-3. Такими простыми словами. Это означает, что Украина сейчас сдает позиции, что она сдается. И спустя энное количество времени, несколько лет, российские войска вновь входят в Украину и ее уже ликвидируют полностью. Вот такой план Вадимира Путина. План Бритцклик из его головы, из головы его ближайшего окружения никуда не исчез. Он до сих пор существует, он на столе. Просто он отсрочен. Его отодвинули на определенный промежуток времени. Что в себя включают те самые истамбульские договоренности? По пунктам. Итак, первое. Это сокращение украинской армии. Украинских вооруженных сил. Сейчас украинская армия насчитывает свыше миллиона человек. Путин хочет, чтобы она насчитывала, чтобы она была равна 85-100 тысячам людей. Это максимум 100 тысяч людей для Путина. А это генштаб, сопутствующие какие-то службы вспомогающие, логистика. Это непосредственно военнослужащие. И вот это все должно входить в эту цифру. 85 или 100 тысяч людей. Понятное дело, что на такую обширную, огромную территорию, как украинская, если ты имеешь дело с таким противником, который может вывалить, как Россия, в одночасье 300-400 тысяч, только регулярной армии, без наемников, без зеков и без всех остальных, это, конечно, просто ничего. Это мизер. Это сразу можно поднимать руки и говорить все. Ничего не будет. Параллельно Путин заявил о том, что Украина должна, он потребовал, чтобы у Украины было всего 350 танков, несколько десятков силоминометных систем, и чтобы украинская сторона, украинская армия имела возможность стрелять ракетами на дальнем всего в 40 километров максимум. То есть даже не иметь возможности попасть по сопредельным территориям России, по приграничью так называемому. Только непосредственно Украина может стрелять, как считает Владимир Путин, по своей украинской территории. Второй пункт этих соглашений, это то, что Украина должна отказаться от всего оружия, которое ей предоставили уже члены НАТО и ряд других западных стран, которые поддерживают Украину и занимают антироссийскую политику, антироссийскую позицию. И от тех вооружений, которые могут предоставить Украине члены НАТО и других блоков. То есть Украина должна отказаться от джавелинов, от систем Хаймарс американских, от систем Патриот противоракетных противовоздушных систем, от самолетов F-16, от танков Абрамс. Ото всего Украина должна отказаться. От боеприпасов 155-мм образца НАТОвского. Просто ото всего. Еще одно требование Путина. Украина должна в принципе отринуть идею, что на ее территории могут находиться инструкторы НАТОвские, что на ее территории могут быть какие-то общие заводы, общие предприятия, которые вместе с украинскими рабочими разрабатывают те или иные системы вооружения, так как уже сейчас начинает делать немецкая сторона, немецкие заводы, так как планируют делать французские и британские заводы на территории Украины. Вот общего производства, как считает Путин, быть на территории Украины не должно. А значит никакой общей логистики, а значит никаких общих поставок, а значит никакого ремонта западной и украинской техники ни на территории Украины, ни на территории стран Европы или США. Более того, что украинские военнослужащие не могут принимать участие в учениях, натовских учениях, ни на территории Украины, ни на территории стран Запада. Еще один пункт. Украина должна моментально отказаться от курса в сторону Североатлантического альянса. Это требование Путина, причем это не означает, что она, по мнению Путина, Украина должна стать внеблоковой или нейтральной. Она спокойно может стать, как считает Путин, участницей ОДКБ, такого же военного союза, который возглавляет Российская Федерация. Просто пойти под крылышко России и стать второй Беларусью. Еще один очень важный пункт. Это то, что Украина должна вернуть полностью весь русский мир к себе обратно. Русский язык, который должен снова быть и применяться на уровне государственных структур, медиа, кино, театров, шадиков и школ, больниц, государственных учреждений и других. Русскую православную церковь, которая должна восстановить свои возможности в Украине. Русскую культуру всю, литературу, кино. Вот это вот все должно снова прийти обратно в Украину, как считает Владимир Путин. Но самым проблемным для Владимира Путина, конечно же, является пятый пункт этих стамбульских договоренностей. Что такое пятый пункт вот этих вот стамбульских договоренностей? В 2024 году, в марте, Россия, Путин, будем точны, заявил следующее. Что именно он должен контролировать весь процесс гарантии безопасности для Украины со стороны Запада. Что это означает? И вот сейчас я вам расскажу, почему в принципе и Борис Джонсон, Великобритания, и администрация Байдена тогда выступили против этого и стали говорить Украине, что это абсолютно провальные переговоры, абсолютно провальные договоренности и что от них необходимо отказываться и отрешиться раз и навсегда. Тогда, в марте 2022 года, Путин очень хотел, чтобы, первое, он имел возможность включить в состав стран-гарантов своих вассалов, ну, например, таких, как Беларусь. Далее, он хотел, чтобы каждая страна имела право завитировать предоставление Украине гарантии безопасности. Ну, условно, вот если, например, начинается вновь полномасштабная война России против Украины, собираются консультации, приезжают представители всех стран, президенты или представители правительства, кто угодно, делегаты. И, например, даже не Россия путинская, а условно представитель Беларуси поднимает руку и говорит, я против. И все, и никакие гарантии безопасности для Украины не работают. Вот так хотел сделать Владимир Путин. Третье, он, в принципе, хотел витировать, иметь возможность права вета на собрание вот этой консультации. Начинается война, первый день войны должны страны собраться, представители или созвониться. Он хочет это отменить. Ну и, конечно же, еще один пункт. Он, в принципе, хотел получить золотую акцию и иметь возможность сделать так, чтобы в начале войны он имел одностороннее право заблокировать весь процесс передачи Украине тех или иных систем вооружений, наложения санкций в отношении России, предоставления Украине гуманитарной, экономической и финансовой другой помощи, чтобы снова стали работать программы, как они заработали с 2022 года и работают по сегодняшний день, программы вооружения, программы поддержки и так далее. Чтобы вот это все отменить, чтобы больше вот таких рисков для России не было, если она вновь запускает план Бритск-Крик и начинает планомасштабное вторжение против Украины. Вот это все хотел Владимир Путин и от этого всего отговаривал и Борис Джонсон, и администрация Байдена Украину, и, в принципе, Зеленский не хотел на это идти и не пошел. Он отказался от этого плана действий, потому что это был план ликвидации Владимира Путина Украины. Просто это была отсрочка. Вот, условно, сейчас не получилось, давайте еще 8 лет подождем, или 5 лет подождем, или 2 года подождем. Вот тогда получится. Просто у вас уже будут завязаны руки за спиной, и мы к вам приставим дуло-присталет. Вот чего хотел Владимир Путин в отношении Украины. Он хотел просто переждать. Продолжение следует... Продолжение следует...